Давайте сделаем вот так. Чё там у тебя? Ощущаются эти драконы, да? Серьёзно? Вау. Так всегда. Всем привет, привет, я вас на моём канале, за микрофоном как всегда плагиат, и в этом ролике мы с вами продолжаем очень активно подниматься по вольному ладеру. В сегодняшнем ролике мы с вами посмотрим, наконец-то посмотрим на колоду, которая не является глиной. Хоть я и очень сильно постарался показать вам какие-то деки, которые были раньше, рвали раньше, сравнить с тем, что происходит сейчас и было до этого. Появилась огромная луна бугурта, которая выйдет из руки приста прямо сейчас. Посмотрим. Ну, не то чтобы какой-то сильный бугурт, но на самом деле было много. Я извиняюсь заранее перед теми, кто не хотел видеть пиротвара, не хотел видеть секрет мага, легендарные, как у меня колоды, которые, ну, вы не взлюбили в любом случае. Осаточка осталась, флешбеки есть. Прекрасно понимаю. Поэтому как бы... Окей. Сегодня мы с вами посмотрим на деку, которая просто обеими руками готова быть за то, чтобы показать вам самые невероятные плей, которых вы не видали доселе. Ну, здесь мы, наверное, катящееся пламя возьмем, потому что это хороший ремоул. Здесь мы вот так вот затрейдимся. Пинг, конечно же, и дальше будем разбираться. Сегодня мы с вами поиграем на маге. Да не простом, а рено маги. Да не простом, да в котором два рено. Да не простом, да еще и две алекстразы. Да не простым. Ладно, на самом деле, в этой колоде собрана чуть ли не вся лига исследователей, что очень интересно, заманчиво и круто, потому что колода действительно необычная. Тут еще и казакус есть. Здесь огромное количество флешбеков и, к сожалению, для тех, кто захочет после данного видоса поиграть именно на этой сборке, пыли. Здесь пыли требуют легендарки, здесь требует огромное количество пыли. Вы просто с ума сойдете, если посчитать, сколько эта дека стоит. Поэтому я и назову маг за миллион пыли вольном. Что ж, как вы могли заметить, это просто дефолтный. Ой, очень, данная дека может вам что-то очень сильно напоминать. Кажется, это рено маг из стандарта, который сейчас, ну, как бы, типа, зефрис маг. Да, но только здесь огромное количество карт из вольного формата, которые обладают очень сильными боевыми кличами, вышедшими некоторое время назад. Чего стоит один только бранд-брандзаборот, который был версией из-за Лиги исследователей, который своим эффектом, своей аурой делает сначала вот так, вот... Ой, стоп. Ну да, ни одного геймплея без мисплея. Это, если что, мое кредо. Который своей аурой позволяет вам использовать боевые кличи два раза. То есть, вы можете глянуть на любую карту здесь, и если она стоит не больше семи маны, то, в принципе, вы сможете сделать ее боевой клич со стопроцентным шансом вместе с брандом дважды. Казакус, зефрис, малигас. Ну, малигас, конечно, здесь не то чтобы очень вписывается в такие прям супер имбовые карты, но в любом случае. Все эти карты вы сможете... Боевые кличи, так сказать, всех этих карт вы сможете использовать дважды, и это просто невероятно. Количество вэлью, которое содержится в этой деке, оно просто зашкаливает, и единственная штука, которая мне приходит в голову, способная законтрить данную деку, это что-то быстрое, что-то такое агрессивное, как пират вар, или тот же секрет маг, если у нашего мага не найдется какого-нибудь вэлью. Из карт, которые уже вышли, но присутствовали в подобной версии, подобном архетипе мага ранее, я вижу уже золу гаргон, это невероятно круто. Королева Алекстраза, здравствуйте. Жалко, нет брана, но, как бы, меня все это устраивает. Мы попались, кстати, на какого-то приста, у которого тоже нет абсолютно... Здравствуйте, безумный ученый, а я все выставлю, лоу. А мне не впадло. Я вот так вот сделаю. Потому что я крутой. Я крутой, я крутой, я крутой! Сделаю вот так вот, выставлюсь на стол, пусть чистят. Попались мы против тоже какого-то приста Зефрис, либо Маринопристо. Посмотрим, что он сейчас найдет, чтобы все это дело зачистить. Там есть, конечно, кара гибельная, но я рассчитываю на что-то покруче. Да, например... Зеркало души. У нас выживает довольно много существ. Вот эти вот ключевые, это, конечно же, Зараку. Зараку берет вас за Каку. Кстати, еще не забывайте то, что в вольном формате доступна лезяная глыба. И если что-то пойдет не так, то... Все будет добро в любом случае. Даже если у вас какой-то вонючий приз захочет залетались раньше времени. Стоп, здесь я, конечно же, не пойду в лицо. Не буду мисплеить, не буду дурачком. Сделаю вот так вот. Заставлю его размениваться, потом мы через Ирек со спингом разменяем. Я не хочу ему спаунить 6-6 на стол раньше времени. Приятно. Приятно осознавать то, что не один такой лакерок. И он успел вытянуть из моей колоды крыльевый лакерок сразу. Ощущаются эти драконы, да? Серьезно? Если что, эффект темпоруса заключается в том, что я сейчас два раза хожу. Он понимает, что он сделал, нет? Видимо, нет. Ходим-то мы дважды. 25 урона. 55 демона. Пиу! Зачем я его БМ-лю, интересно. Окей, ладно. Чел, видимо, сдался еще на... Еще нахуй просто. Ладно, тут ничего нет. Я думал, что-нибудь классное раскопаем с казакса. Но как-то так. Спасибо за дракуш. Катка номер 2. Мы попались на мага. Я надеюсь, что не на агрессивного. Но даже если он нас попробует сдавить очень быстро, всегда есть Рено Джексон. Старый добрый. Если вы вдруг смотрите на эту колоду и немножко сомневаетесь в том, что в ближайшие пару лет вы сможете собрать примерно что-то подобное. Особенно с учетом того, что это вольный формат. То я спешу вас обрадовать. Прямо сейчас, уже наверняка до выхода этого ролика, в моем паблике вы сможете найти пост с розыгрышем нового скина. Аранны, насколько я помню. И нескольких паков. Это офигенное предложение. Мы разыгрываем два пака. Все подробности вы сможете найти в группе ВКонтакте. По ссылке я всегда оставляю в закрепленном комментарии. Если вы еще не там, то вступайте. Там почти 40 тысяч человек. Стоп, или 36? Нельзя себе плагиат. По-моему, там, да, около 36 тысяч. Вступай, вступай, потому что там офигенный конкурс. И ты можешь залатать халяву вообще налегке. Ну, а мы продолжаем. Попались на вот этого вот мага противного. Разрение небесного храма. Ну, это звучит как что-то типа попыток поиграть на вихремаге. Будет очень ржачный. О, у него получится. У него получится. Окей. Блин, круто. У него все получилось. Колдовской ворон. Ой, поток. Ой, монетка. И тут он дает так. Лишь бы 5-5 заспаунить. Шок. Шок. Просто шок. Окей, хорошо. Давайте сделаем сурочного стража. Блин, я еще помню, когда я в Харстун Таверну ходил миллиард лет назад. Я тогда играл на жреце. Дракона жреца. И тогда я ставил вот 3-6 штуку. Чтобы она сжалилась и пропустила меня своими мисплеями в плей-офф. Тогда это получилось. И... Да уж, этот маг тоже не отличается особой сообразительностью, если честно. Окей, ну давайте сначала сделаем дыхание чар сюда. Почему сюда? Потому что я считаю крайне необходимым в данный момент законтролить его value-генератор. И да, это будет грязная крыша. Крыша. Грязная крыша в моем доме будет после... Грязная крыса, да. Познакомьтесь. Всем привет, меня зовут Грязная крыса. Боюсь, этот мем может зайти немножко не туда. Ну и такое бывает, окей? И такое бывает. Окей. Поллица. Серьезно, какой шанс того, что у него Антонидас там будет? Ой. Да, да, ребята. Именно так и проигрывались игры. Грязная крыса может как и спасти вашу ситуацию, так и вызвать Антонидасу немножечко рону. И это зруинит вам катку. Очень печально. Очень жаль, но я должен это показать. Спасибо, крыса, за антимаг Логан. Черного цвета. И как он там? Голубого. 2020 года. Прекрасно просто. О, казакус. Ну давай попробуем. Дювай попробуем. Что ты там мне за две маны? Ой, за одну. Замораживает. Плюс два. Демон. О, ну, замораживает. Окей. И три урона. Шик. Просто шик. Отдевай. Плак-плак. Катка номер три. Это Сильвана с рубашками из Варкрафта. Очень интересный какой-то задор. Но спешу его расстроить, так как мой заход меня просто невероятно радует. Ой, еще и Бранд Брандзобород пришел. Здравствуйте. Я бы что-то не хотел отставать от него по темпу, поэтому я выставлю безумного ученого. Давайте глянем, что там выдаст. Надеюсь, что это будет огненный берег. Уф, свечка стрел. Наверное, карта, которая открывала матч против Ханта практически каждого второго, если не первого, во времена Кобальдов и Катакомб, потому что штука реально имбовая. Таких карт уже не упускают, понимаете? Упускают всякие там токсичные подкрепления, сильнее в лицо, всякие Браны со своими преждевременными крушами. Ну что это такое? О, здравствуйте. Интересно поиграть против чуваков, у которых в вольном формате действительно вольные колоды, потому что как бы... Как бы вы не удивлялись... Давай. Давай, давай! Ой, хорошо. Ой, хорошо. Как бы вы не удивлялись, существует некая такая вот не очень справедливая штука, что в стандартном формате вы играете только стандартными картами, а в вольном формате вы играете и стандартными, и вольными. Поэтому тут такого вот... Можете попасть на очень гадких чуваков, которым вообще все равно. Но я думаю, вы и без меня это знаете, потому что я уверен, я уверен, я вам говорю, я уверен в том, что где-то 90% игроков, которые стараются познакомить себя с вольным форматом, они заходят такие, ну, естественно, на там рангах самых низких, потому что вы не играете абсолютно, встречают первые там 5-10 максимум каток, да, прям если у кого-то сил хватает. То есть только вольные, ой, только стандартные колоды, которые они видят в стандартном формате, и такие, типа, блин, нахера я сюда зашел вообще. Но, блин, приятно видеть то, что какие-то чуваки все еще продолжают бахать на вольных колодах. Давайте глянем, что там. Вместе Кизана. Теперь твой секрет, мой секрет. Это ловушка. Найс, найс. Он знает, что за секрет, когда вы крадете секрет, тогда... Найс, ответочка, найс, ответочка. Короче, я хотел сказать, что когда вы крадете секрет, ваш оппонент знает. Он прям наводит и видно. Что там за ловушка, если мне не изменяет память, конечно. Окей, давайте сделаем Алигаса, почему? А потому что мы, в принципе, можем сделать из Ефриса, но, наверное, я подожду. Давайте сделаем Алигаса в какое-нибудь супер жесткое заклинание, чтобы через драконию мага к остановить его на следующем ходу. Ну, наверное, да. Самое жесткое здесь. Самое выгодное по ценности точно, потому что на следующем ходу мы сделаем ход. На шестом ходу мы потратим 10 маны, что, в принципе, очень приятно. Ну и что творишь? Понимаю. Не понимаю. Ладно, хорошо, просто это зачищу. Что это у тебя там? Огненное. Окей. Могу зачистить. Стоп, это не тот Рено! А, вот это тот. Блин, вот смешно было бы, если бы я сейчас не того Рено поставил. Рено, объединяйтесь. Реально, у нас почти вся Лига Исследователей. Кого там не хватает? Элиза и... Чуть не сказал Мыргла. Серафинли. Ну, как бы. И без них обойдемся. Потому что звездочет слишком много сейчас фигурирует в лоре Харстоуна. Аранна, ну куда ты лезешь, Аранна? Ну ты не видишь то, что Элиза на себя все взяла. Окей. Давайте попробуем. Сначала я разменяю так. Посмотрю, что за дела там вообще. Может, какой-нибудь будет. Нет, не тот спец. Будет очень жаль, если там окажется снайперская, но я в это не верю. Кто знает, какие тайны на что. Окей. А давай здесь жила. Зеприт сейчас разгонится просто по полной. Ну, это предательство по-любому. Тирион классный. Тирион клевый. Знак дикой природы, наверное, тоже крутой. Ну ладно, возьмем Тириона. И вот так. А, точно, лол. Есть же еще кот в шапке, или как там, фокус-котус, капец, да. Я забыл про это вообще, про этот секрет. Когда я шел в вольный формат, я не был готов обыгрывать вокруг всего, что у них есть. Иди в лицо, у меня Рено есть. Окей, ну конечно же, Бранд забирает первым делом. Особенно с учетом всех... Особенно с учетом всех боевых кличей, которые есть у мага. Окей. Окей. Очень приятно. Ха, стоп, они же могут и ноль стоить, действительно. Давайте сделаем вот так. Что там у тебя? Понимаю. Понимаю. И, наверное, вот так. Пингом сюда пять в лицо. Дальше мы его чисто по Вэлю разнесем. Сейчас может сложиться немножко неправильное впечатление у игроков, которые вообще, типа, мало играют. Потому что эта колода стоит миллиард пыли. Мы попадаемся против вообще всего подряд. У которого, ну вот, одна единственная легендарка. И то есть приключения, Латхип. Может сложить впечатление, что из-за того, что у меня слишком много легендарных карт, я и побеждаю. Но нет, это совершенно не так. Сейчас просто мы душим его. Да и заход у меня начали был просто сумасшедший. Так. Окей, окей. В принципе, фэрплей. Давайте глянем, может, у нас слетал прямо сейчас, может быть. Здесь литеробласт. Нет, портал у меня просторы. Тоже очень классно, на самом деле. Да, давай. На следующем мы его в восьмерке додушим. Найс, найс, здравствуйте. Ладно, не будем рисковать, наверное. Я хотел сначала додушить. Очень. Но потом я решил, что все-таки можем подсейвиться. Тем более у нас стол вообще в порядке. Не хочу оставлять у многих существ. Сделаем так. Все равно игра почти в шляпе у нас. Как фокус-кодус. Так. Ну да. Ой, здравствуйте. Мне кажется, такого не ожидал от вас. Стоп, у меня же ничего не работает теперь. Золотая тьма действительно кондрит. Или нет? Так. Как-то все быстро закончилось. Итак, у нас есть 5, плюс 8 и плюс 1. Нет, этого недостаточно. Рено не работает, но нам так-то вообще все равно на него должно быть, правильно? Погнали, посмотрим, что у нас там. Окей, портал, думаю, будет сейчас в тему. В связи с тем, что он захочет делать какой-то спелл, чтобы это все дело законтролить. Мы еще сверху заспавним 4 дроп и точно его залетаем. Я думаю, что здесь выхода для него нет. Нас ждет богатство. Так всегда. Ой, ну почему? Я... Я... Окей, окей. Ну на вот так, ну на вот так. Ну дай ты уже тебя добить. Не хочу раскрывать все карты, но такое ощущение, что нужно дать. Да! Получай. Я уже не могу стерпеть, сдержаться. Рено Джексон вышел. Все, ты его не вернешь же сейчас в руку, правильно? Алхимик? Или как там этот? Пандорен и возвращает. Я ждал Зефриса, потому что, ну, Зефрис сейчас много где играет. Но не ожидал Рено. Очень глупо с моей стороны. Что? Боже, что ты творишь? Наши молотки. Татки флекс. Понимаю. Что ж, вот на таком вот интересной катке геймплей подходит к концу. Огромное спасибо за просмотр. Если геймплей вам понравился, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И на канале появится больше вот таких вот дорогущих сборок вольных дек. Надеюсь, в этот раз колоду я взял интересную. Если вам понравился, то ставьте лайк. Так, если вы хотите поделиться какими-нибудь еще колодами, то, конечно же, пишите в комментариях. А за микрофоном был КАКСА Плагиат. Еще раз огромное спасибо за просмотр. Вступайте в группу ВК, чтобы проверить, что же там за розыгрыш. И участвуйте в нем. Там все очень легко. Ну, а мне осталось лишь попрощаться с вами. До скорой встречи на следующем стриме и в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok